Родился он в Веркале, и Веркале похоронят. И мы сейчас раз в столетие, да мы вообще его часто используем, потому что он писал о русской женщине. А у нас коллектив, видите, женский, это все тоже родное и близкое. Тем более мы его в очи видели, разговаривали, прототипы у нас все там наши родные и близкие в деревне живут, поэтому нам все это очень знакомо. Машенька Хромцова, расскажи чего-нибудь. Я была самая богатая невеста, да, когда меня привезли к мужу в дом от. Ак ведь вся деревня сбежалась на меня глядеть, а пришли-то все, господи, в опорках, в рванье. Шо ведь сорок шестой год, первый год после войны, да где взять-то? Видим-то одежку-то, вот, вот репки и пришли. А я-то как царевна розудета, платье шелково, рубаха белая с кружевами, А на рукавах-то ленты завязаны, а на груди-то антари, да чепи серебряны. Ой, а на ногах-то пол сапожки, на каблучке, да кыши со скрипом. Ну, говорят, для этой девки и войны така быть не было. А я-то приехала с гостями ведь, а гостей-то было. Ой, свекрова покоянка говорит, ах, я столько народу, я чем поить, кормить-то буду. Ведь один стол поставили мало, другой принесли. А гости-то за стол и сели. А шо, один достава полбуханки хлеба, другой пол-литру, А кто еще и картофельник принес? А какие-то сознательные у меня гости-то были. А как свадьба-то закончилась? Ак, я и осталась гола. Шо? Раздели меня, как новогоднюю елочку. А шо, думаете, пошло это? Ак, меня ведь всей деревней на свадьбу-то собирали. Кто чего принесет? Ак, и одели, яку церевну. А тут я осталась в одной юбочке, В коей на работу ходила, В той же и празднике провела. А Олька-то Пашину говорит, Моему мужику-то через матьюк говорит. Пашка, а к тебе хорошо не нать хоть в женкиных нарядях путаться. Вообще? Да. Спасибо. Продолжение следует...